Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Александр. Спасибо, что присоединились в вашем эфире. Ну и вопрос номер один, вот такой горячий вопрос. Пришли за Ильей Яшином, возбуждают на него уголовное дело. Тут, конечно, слабо удивляешься тому, что это случилось, но запрос, наверное, будет звучать так. А почему сейчас? Почему к июлю они решили все-таки за Яшином прийти? И Яшина, судя по всему, решили они взять именно сейчас. А не нужно придавать вот этой бюрократической машине, действием этой бюрократической машины какую-то особую логику. Но почему Карамурзу взяли вот тогда, когда взяли они раньше и не позже? У них есть какие-то свои расчеты, у них есть много загруженности. Это, повторяю, большая, гигантская, бюрократическая, репрессивная машина. Ну вот взяли, потому что взяли сейчас. Потому что, наконец, может быть, кто-то там сказал сверху, ну давайте уж там зачистим всех этих, так сказать, крикунов, наконец. Я не думаю, что в этом есть какая-то вот такая специфическая политическая логика. После того, как после 24 февраля стало ясно, что речь идет о постепенном выдавливании практически любых альтернативных голосов из публичной сферы. Понимаете, все эти новости о липецких врачах, которых отовсюду погоняли за там пьяные крики. Ну о чем мы здесь говорим, если речь идет о политиках, которые известны, ну, федерально, я бы так сказал, общенационально. Ясное дело, что им не дадут говорить. И я думаю, что то, что происходит сейчас, это сигнал последним, кто не уехал, уезжайте быстрее. Вот я думаю, что очень не ожидали, что Илья Яшин уедет, он не уехал. Он мне в интервью до Чоэля говорил еще в декабре прошлого года, что он не собирается этого делать. Так сказать, сдержал слово. Но вот сейчас, конечно, ясно, что перспективы очень и очень не сладкие. И, в общем-то, действительно, теперь в России есть группа очень видных политзаключенных. И можно сказать, что с арестом Яшина, наверное, закончилась эпоха, ну, как минимум, пребывания на свободе оппозиционных лидеров, выросших вот в районе, так сказать, чуть раньше, в районе протестов 2011-2012 года. Очень печальное событие, но, к сожалению, предсказуемо. Мои пожелания только одни, чтобы Илья выдержал, и чтобы мы все общественность международная, российская, его не забыли. Как не забыли бы и Навального, и всех остальных. Константин, ну, я задам такой немножко, наверное, наивный вопрос. Но все-таки, вот вы сказали, что появляется группа политзаключенных, не один человек, а уже целая группа, ну, то есть все больше и больше там в этом списке людей, по-настоящему политзаключенных на 100%, которых посадили строго по политическим мотивам. Вот для Кремля разве это не... То есть не проще бы им было никого не сажать, вот так вот. Они и так все каналы информации обрубили. Не проще ли им было, ну, просто закрыть на это глаза, не включать репрессии, а сейчас вроде как создается целая группа вот таких вот заключенных, которые становятся символом для общества? Ну, во-первых, давайте будем честны и не будем надевать розовые очки. Эти люди символы для, в общем, довольно небольшого меньшинства общества. Важного меньшинства, но пока что меньшинства. Это номер один. Номер два. Нужно понимать, что с момента возобновления горячей фазы российской агрессии против Украины, начавшейся в феврале, это, я бы сказал, в конце февраля, да, 14-го года. Так вот, 24 февраля произошел абсолютно необратимый сдвиг в работе путинской системы. Она перешла на другой уровень репрессивности и отказалась, постепенно отказывается, мне кажется, это теперь очень заметно, от одного очень важного инструмента, который, на мой взгляд, Путин, скажем так, использовал, исходя из своего опыта младшего, затем среднего офицера КГБ в брежневско-андроповские времена. А именно, открытый канал эмиграции. Он, видимо, в какой-то момент выучил при Брежневе, что Советский Союз рухнул, потому что полки были пустые, и все стояли, как ваш покорный слуга, полтора часа за мясом и ругали власть. А во-вторых, потому что всех, кто хотел уехать, их держали внутри. Ну, там, когда-то кого-то выпускали, но редко. И в результате вся эта пароварка взорвалась. Так вот, идея такая у него была, я, кстати, говорил даже в эфире вашего канала когда-то об этом, оставить, изменить две вещи. Обязательно, точнее, гарантировать две вещи. Первое. Полные полки. Ну, понятно, что они там в условном партизанске по одному полные, а в Москве на Тверской они полные по-другому, но полные. Никто не останется без шмота мяса и пачки макарон. И, во-вторых, 24 часа в сутки открытые стойки регистрации Шереметьево, Домодедово далее по списку. Что вот кому не нравится, все ввалили из страны, и там потом писали в своих блогах про диктатуру Путина из любой точки мира, там, от Огненной Земли до Киркенеса. И вот это работало. Но с момента начала операции, я думаю, они пришли к выводу, не операции, а возобновления агрессии. Они пришли к выводу, что, а, ну, полки как-то надо, конечно, поддерживать полными. Но вот мы дали возможность уехать, но сейчас политические активисты, которые остаются, если они не понимают, то мы им работать, конечно, не дадим. Ну, не то, что работать, а высказываться. И в этом смысле это еще вдобавок нельзя забывать. Это же Россия при Путине – это страна сигналов. Вот они посылают сигнал всем остальным. Если вы еще не уехали, пакуйте чемоданы и улетайте. Вот это очень важно. Потому что мы уже пришли за теми, кто до этого гулял на свободе, и все привыкли к тому, что они гуляли на свободе. Поэтому это, я бы сказал, один из последних элементов выпихивания в эмиграцию активной, мыслящей, просто экономически самостоятельной части общества. И в этом смысле можно говорить, конечно, о какой-то, ну, не знаю, стратегии, тактике, ну, скажем так, о каком-то плане. Константин, изначально вообще на другие темы хотели с вами в эфире говорить. Но тут вот Яшин, вот это все случилось, поэтому все вопросы как-то так связаны с этим. В догонку к предыдущему хотелось у вас спросить, ну, вот вы сравнили с Брежневскими временами, когда ничего не было. Ну, как вы думаете, они будут закрывать границы, они будут создавать сложности тем, кто не уехал? То есть сейчас есть какие-то сигналы, уезжайте срочно. Но те, кто тебе сигналы, не поймут, им в будущем будут оказывать какие-то сложности, чтобы они не выезжали? Или так у нас и будет, что там едьте, не нравится, выезжайте за границу. И заинтересована эта власть в том, чтобы люди уезжали, Шереметьево, пожалуйста, вот там слева. Вы знаете, я думаю, что будут усиливаться точечные репрессии, чтобы для совсем непонятливых все стало совсем понятно. Закроют ли они границы? Подозреваю, что пока нет, потому что это скажется на целом ряде других вещей, там, ну, это приток там рабочей силы, скажем, из Центральной Азии. Это вот, в общем-то, какой-то тоже обрыв еще существующих бизнес-связей. Но, с другой стороны, вот я прям при вас рассуждаю, а с другой стороны, например, если условная МВД или МИД, например, вернет все право, люди не помнят, что до, если не ошибаюсь, середины 90-х годов МИД был одним из ведомств, которое выдавало визы. В том числе до конца, до середины 92-го года выездные визы, были такие визы, начиная с советских времен. То есть тебе разрешали выехать из страны, и выезд твой был там, ну, тебе стали штабвыезд до такого-то числа. Вот ты до такого числа должен был уехать, ну, получив визу, естественно. И потом выезд закрывался, и надо было получать новое разрешение на выезд. Так вот, если кто-то пролоббирует вот такого рода штуку, потому что это, естественно, деньги, и официальные, и неофициальные, то тут могут быть, конечно, сюрпризы. Потому что если кто-то захочет на этом заработать, какое-то ведомство, их, кстати, сразу несколько, может быть, то я такого варианта не исключаю. Но для этого, мне кажется, нужно, чтобы, во-первых, стало ясно, что это закрытие не будет угрожать режиму. Тут, я думаю, какие-то люди что-то попытаются проанализировать внутри Кремля, условно говоря. Вот, а во-вторых, все-таки, я думаю, они также немножечко побаиваются пока пугать бизнес. Потому что вот это закрытие границ, визы, шмизы, это все плохо влияет на бизнес. Они, конечно же, надеются, что постепенно, по мере перехода войны в более такое позиционное, что ли, качество, которое мы, по-моему, видим сейчас. Сейчас я не военный аналитик, мой военный анализ сводится к трем годам службы в армии. Но я думаю, что все-таки мы видим, ну, скажем так, на сегодняшний день окончание эры таких-то массивных, гигантских таких военных операций. Я думаю, что они будут надеяться, что постепенно к этой войне привыкнут. И дальше снова, так сказать, на арену будут выпущены разного рода ферштейры, там, ну, в условном Берлине, Парижа и прочих местах, которые начнут говорить, вот, надо вот как-то налаживать контакты туда-сюда, там, какие-нибудь посредники будут говорить о мире и так далее. И постепенно, постепенно начнется размывание санкций. Вот я думаю, что исходя из этого, может быть, они все-таки выезд не закроют. Но мне кажется, сигнал очень ясный. Кто хочет жить в России, должен, как, нехорошо может сегодня шутить, но, вспоминая Жванецкого, должен, а, лежать, б, тихо. Вот этот сигнал считывается абсолютно безошибочно. Константин, вот давайте к другой теме перейдем, по поводу Госдумы. Даже немножко странно, что мы ее все еще обсуждаем, потому что такое ощущение, что они уже превратились в окончательную функцию, а не в набор каких-то политиков. Хотя, по-моему, это давно уже произошло. Но, тем не менее, 15 июля соберется на внеочередное заседание Госдумы. По сути, получается так. Депутатов только отпустили отдыхать. Они там должны были поехать в ДНР и ЛНР, как им Володин советовал. Но тут их экстренно собирают снова. Вот на ваш взгляд, немножко, конечно, мы гадаем на кофейной гуще. С чем, может быть, это связано? Такой резкий созыв. Слушайте, ну, да, Дума прекратила быть органом, хоть что-то представляющим, на мой взгляд, на выборах 2003 года думских. Но сегодня это важный орган, на самом деле. Важный не как парламент, а важный как главный, так сказать, главный мегафон. Это главные сигналщики в стране. Через них посылаются основные сигналы. И вот то, что их собирают, это, кстати, может быть, с одной стороны, что-то очень драматическое. Ну, как вариант, я предположу, какие-то меры в отношении Литвы за блокирование калининградского транзита. Недаром же депутат Федоров, он заложил этот законопроект, так сказать, выдвинул про отзыв о признании независимости Литвы и Госсоветом СССР осенью 1991 года. Событие, которое я очень хорошо помню. И это может быть это. А может быть, как я вот говорил с рядом людей, которые в выдуме разбираются лучше меня, судя по всему, есть и такой вариант, что просто депутаты не доприняли целый ряд законов, которые Путину нужны. В частности, по поводу, ну, скажем так, полускрытой мобилизации экономики в нынешних условиях. Поэтому все может быть. Я одно могу сказать. Я не думаю, что это будет там какое-то объявление войны или что-то еще. Во-первых, для этого достаточно Путина. У Путина, как президента, достаточно на этот прерогатив. Как, кстати, объявление мобилизации, как верховный главный командующий может сделать без думы. А кроме того, это действительно, может быть, что-то они там не доделали, и вот они сейчас будут доделывать. Литва остается, на мой взгляд, возможным вариантом. Но есть еще одна вещь, которая мне пришла в голову. Вот НАТО допустило ошибку, когда не в одностороннем порядке, не отказалось, не разорвало, не вышло из основополагающего акта России НАТО. Этот акт не позволяет союзникам строить или создавать какую-то очень серьезную инфраструктуру и базировать силы, кроме сил тех стран, которые непосредственно граничат с Россией, присылать другие союзные войска, условно говоря, большим числом. Вот я не исключу, что Путин в виде меры угрозы объявит о разрыве этого, захочет, чтобы Дума объявила о разрыве этого соглашения. Другое дело, надо посмотреть, по-моему, оно ратифицировано парламентом, и в этом смысле это может быть ради этого создан парламент. Если я ошибаюсь, меня тут же поправят сейчас в соцсетях. Эта мысль мне пришла относить недавно в голову, и я как в линии пух ее думаю. Но мне кажется, что Литва – это возможный вариант, потому что нельзя забывать, как справедливо замечает мой коллега-политолог Павел Преображенский, прошу прощения, Иван Преображенский, это Госдума, это же тоже такой штучный состав. Люди туда набираются по личному, так сказать, их отбирает администрация президента, все 450 человек. Поэтому если они что-то делают, то, как правило, они что-то делают, особенно в сфере внешней политики безопасности, и это делают, скажем так, по просьбе администрации президента. Поэтому вот этот Федоровский законопроект, он, на мой взгляд, в общем-то, не случайен. И не исключу, что это он, но одновременно, повторяю, не исключу, что сейчас государственные российские агентства, которые проталкивают мысль, что не бойтесь, ничего страшного не будет, это вот просто там допримут какие-то законопроекты, которые Путину почему-то нужны, или там Мишустину. Ну, может быть, они и правы, может быть, это не маскировка, а действительно в кои-то веки они говорят правду. Но в данной ситуации догадки, только догадки, российская система абсолютно непрозрачна, и поэтому любая логика здесь, ну, скажем так, она имеет свои пределы. Спасибо большое, Константин, спасибо вам за аналитику, будем надеяться еще тоже и вас в нашем эфире увидим. Субтитры создавал DimaTorzok